Вы знаете, еще и Платон и Аристотель говорили, что путь в науку начинается с удивления, изумления, когда вот сто человек прошли и не удивились, посчитали это совершенно нормальным, привычным явлением, а один прошел и удивился. Мне с детства все было интересно, что там внутри, как устроен этот мир, меня интересуют очень многие вещи, до сих пор я пытаюсь найти для себя что-то новое в этой жизни, поэтому мне кажется, что ничем другим я бы не смогла заниматься. Хотя, строго говоря, это не совсем наука, все-таки в большем мере я занимаюсь преподавательской деятельности, участвую в образовательном процессе. Наука, ну без нее нельзя, если ты работаешь в университете, читаешь философию философом, то ты должен быть в курсе всего самого последнего, самого нового. Поэтому вот эта наука и образование, как это ни показалось бы банально, это абсолютно взаимосвязано, оно без другой не возможно. Можно пойти по очень банальным путям и говорить, что женщина в науке гораздо труднее, чем мужчина, что с одной стороны, вроде бы, женщин в науке больше, чем мужчин, но все руководящие посты в науке занимают мужчины. Вы знаете, моя жизнь как-то сложилась так, что мне мужчины никогда не мешали в науке. Вот. И вообще я убеждена в том, что если женщина действительно чего-то хочет добиться, если она еще, ну, чего-то стоит, я сейчас не себя имею в виду, а вообще, то она обязательно добьется. И я знаю очень много женщин, даже не надо далеко ходить в нашем университете, которые и в том числе и посты занимают, и наукой занимаются. Поэтому, ну, и последнюю, может быть, и не каждая женщина и хочет обязательно вот быть лидером, да, быть, вот занимать какие-то должности. Я здесь имею в виду не обязательно там семью, детей, да, но, может быть, она просто хочет популяризатором быть в науке, систематизировать что-то, а не открывать вот эти вот, что называется, новые вершины и куда-то. То есть все-таки наша задача, наверное, обихаживать, обустраивать вот эту горизонталь, а мужчины пусть революция совершают, и коперниканские перевороты устроят. Первое мне нравится то, что благодаря вот своей профессии я всю жизнь должна крутить педали. То есть я не могу оставаться на одном месте, я постоянно должна расти над собой, читать новую литературу, статьи, ну, немножечко писать, конечно. Без этого сегодня в университете работать – это совершенно невозможно. А второй момент мне очень нравится то, что вот я всю жизнь с молодыми, и это тоже вот эти две вещи, вот то, что я первое сказала, и второе, они вот тоже взаимосвязаны. Почему? Потому что очень интересно наблюдать вот то там поколение «Х», то поколение «Игр», то поколение «З» приходит, понять их, вот чем они живут, смотреть те фильмы, которые они смотрят, те игры, которые они играют, потому что если я не смогу их понять, я не смогу их ничему научить, да, они просто слушать меня не будут, да, это не значит, что вот как-то с ними, значит, заигрывать, опускаться там с профессорских высот, нет. Но вот это мне безумно нравится, что вот я, опять же, всегда в курсе, чем живет сегодняшняя молодежь, и это ведь только благодаря профессии. БГУ для меня, как я всегда шучу, что я родилась в БГУ, я как сюда пришла после школы, так не изменяла ни на один год, ни на один месяц, вся моя жизнь – это БГУ. Ну и, вы знаете, я даже вот студентам рассказываю такую шутку, что когда меня где-то на отдыхе, в путешествиях спрашивают, а где вы работаете? Я говорю, я работаю в университете в Минске, а в каком вы университете работаете? Я говорю, а у нас только один университет, это БГУ, а все остальные – это ИНЯС, Нархоз, Политех, а университет у нас один, родной БГУ. Хочется победить, и вот победив, тогда будешь чувствовать себя на высоте, и будешь стараться и дальше быть достойным вот этой победы, а с другой стороны, даже если ты проиграешь, то тогда ты постараешься мобилизовать все свои силы для того, чтобы победить в следующий раз. Вот, поэтому, в общем-то, это очень такое неплохое дело для какой-то активизации, как бы тонизирует конкурс, вот, заставляет тебя, значит, прилагать максимум усилий и стремиться вот к каким-то новым, ну, давайте громко скажем, достижениям. Субтитры создавал DimaTorzok